Такая община. Вы там молитесь, все делаете, да? Да. Я вас знаю. Меня зовут Юля. А у вас Библия-то есть в дому? Что? Библия дома есть? Конечно, у меня все есть. У меня целый красный уголочек. Понятно. Вот. Ну, конечно, молюсь. Ну, не всегда. А вы на нашем Ютубе бываете? Конечно, конечно. Ну, в последнее время, ну, что-то уже полгода я вас не смотрела. Ну... Ну, вы заходите через неделю. Ну, не через неделю, а на следующей неделе наш разговор вам будет показан. Нет, а давайте как-то без этого. Просто очень стесняхнет. Знаете, я бы хотела у вас так пару вопросов лично задать. Конечно, я вас смотрю, но я не очень люблю, вот знаете, вот это вот все на публику. Я больше такой, знаете, человек, как говорится, люблю разговаривать по душам. Вот когда вы как приходите, да, вот в храм, вы вот разговариваете через молитву. Вот я хотела бы просто вот с вами поговорить так же по душам, как вы разговариваете с Богом. Так же вот я бы хотела с вами, вот, поговорить, какие-то вопросы задать, да, свои. И поделиться чем-то своими душевными переживаниями. В общем, как-то вот так. Ну, говорите. Я просто нет. Я, знаете, вот как-то вот не ожидала, что на вас попаду. Вот. Не знаю даже сначала, с чего начать-то. Так как вы не говорите никакой тайны, а просто то, что необходимо для души, открытое. Вам самой будет приятно посмотреть потом. Ну, знаете, вот, хотелось бы просто с вами вот поговорить лично. Вот, допустим, о семейных ценностях, о послушании женщины к мужу. То есть, как вот вы считаете, вот, если мужчина, допустим, очень кричит на свою женщину постоянно, она должна терпеть это все или должна отвечать ему? Хорошо. Вы записывайте, я буду говорить вам, где найти. У меня все это есть в книгах. У меня 41 книга написана. Я вам скажу, где это напишите. Сайт. Сайт называется. Сайт. А, писать сайт? Да, на сайте, который называется. Напишите, не в Ютубе, а на сайте. Сайт во свете Библии. Ну, это хорошо. Сайт во свете Библии. Пишите, а то время-то уходит. Сайт во свете Библии. У меня просто с клавиатурой проблемы. Да, вот там все есть. Вы зайдете, там все есть. Ответы на все вопросы. О семье. Вы только задаете, а там подробно. Подробно все написано. Смотрите, Игнатий Лапкин. Да. Хорошо. Ну, а так вот чисто вот с вами поговорить. Вот теперь смотрите. Там книга есть такая, на первой странице. Называется «К истинному православию». Если вы эту книгу ткнете там, она откроет оглавление. И в оглавлении написано «О семье». О семье. Отношение мужчины к женщине. Женщины к мужчине. Воспитание детей. Все взято. Взято за пять тысяч лет примерно. Ну, а вот все равно, да, книга – это книга, а вот, допустим, такая вот ситуация. Когда вот пошло разногласие в семье, когда мужчина начинает гулять, когда мужчина начинает кричать на свою женщину. Что должна сделать женщина? Не выходить замуж за него. Зачем ты вошла? Нет, говорят, что это бывает такой семейный кризис отношений, когда рождается ребенок, когда женщина старается, конечно, все для семьи сделать. Она готовит, стирает, убирает. Да, все много дел берет на себя. Мужчина считает, что вот он работает, он приходит домой. Все, его миссия выполнена, да. И начинается вот это, знаете, как сказать вам, вот, ты должна знать свое место. Вот я сейчас ухожу на выходные гулять, ты сиди дома. А я вот сижу и, вот понимаете, как мне вот одиноко, вот таскливо, вот захожу на сайт, вот, сообщаюсь с людьми. А он гуляет, вот, ходит. Ну, где справедливость, да? Когда ты для мужчины все делаешь, он этого не видит. Вот как только ты начинаешь немножко где-то пакостить, он обязательно это заметит. А вы знаете что? В Ютубе зарядите такой ролик, называется «Благодарю тебя, Боже, за мужа». И рядом поставьте Игнатий Лапкин. Ролик такой есть, поставили, кто-то там сделали, собрали там из моих фотографий. А фотографии у меня в моем мере 22 тысячи. А роликов здесь, вот, где, в Ютубе, 16 тысяч 800. Там выбирать-то есть из чего. Мы все показываем, не лепим, не придумываем ничего конкретно. Вот идет жизнь. Какие свадьбы, какие у нас бракосочетания, свадьбы. И вы это увидите. И там ответ на все ваши вопросы. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. И 55 папок из них. А вы вообще, вот, бывают какие-то семинары проводите? Нет, вот, вы по России куда-то вот уездите? Теперь только здесь. Раньше я много ездил. Мы от Барнауля проехали до Владивостока, а потом забросили границы литературы, книги мои. И там до Лиссабона дошли. Прошли Скандинавию и Прибалтику. А мы из Вологодской области. Про Вологодские говорят, что они окают. Нет. А там двое решили, а такой рассказ есть. Парни говорят, ну, знают, что в провинции-то хуже обучают. Ну, а если спросят преподаватели, говорят, мы будем говорить, что мы из Москвы. Вот он спрашивает, а ты откуда? Да я московский. А ты, а я тоже в Вологодской. У нас, знаете, очень много, кстати, церквей. Вообще, вот именно вот это вот место, Вологодская область, наверное, пожалуй, такое место, где сохранилось вот это еще вот старинные церкви, которым очень много лет, и вот иконы. Я думаю, вам нужно приехать к нам хотя бы раз. Понимаете, что для человека главное познать Христа, волю его святую, считать Священное Писание Евангелия, жить по нему. А это ездить зачем? Я ездил с великой целью донести до людей истину. Истину, подарок сделать. Подарок я дарил в каждой библиотеке свои 38 книг, 650 городов. Вы думаете, что если вы будете ездить, вы не возьмете где-то уроки для себя? Ведь вы даже можете также давать какие-то знания другим людям, которые в них нуждаются. Я выступаю на стадионах, в домах культуры. И сколько людей, которые сейчас пишут, вы мой духовный отец. Я вел занятия в пяти университетах, три радиопрограммы, 13 школ регулярно, 5 отделов милиции, воинские части, заводы, фабрики. То есть в России, может, никому Бог не предоставил столько выступать, как дал мне. И вот поэтому тысячи людей, может быть, познали. Когда меня тащила советская власть по тюрьмам, и там люди, преступники обращались, стали на путь истинный. У меня огромный опыт, огромный. Мне идет 81-й год. Есть что сказать. Я 57 лет без компромисса, следуя за Христом. Вникаю в Его Слово. И что у меня было, я все положил на алтарь Божий. У меня нет ничего. Вы очень много сделали. Вы очень много сделали. Это Бог делает. Это не я, это Бог делает. И поэтому у меня что есть, это кто-то купил, кто-то подарил, знает, что у меня нет ничего. От меня все ушло. Что было, я все раздал. Для Бога, любимого моего, который умер за меня, Сын Единородный Христос. Вы мужа не трогайте. Вы его встречаете радостно. Он работает. Ну, он меня раздражает в последнее время своим поведением. Ты одна останешься, и все. Он найдет другую Наташку. Я одна не останусь, у меня есть ребенок. Но она не одна. Я имею в виду, что мужа решиться не надо. Недавно мусульман я слушал. Она мусульманка, рассказывает другим. Муж пришел с работы, а вы недовольны. Вы всегда встретитесь с лаской, с вниманием. Ему так тяжело было. Он приходит домой, чтобы немного отдохнуть. А я недовольна. Зачем это нужно? Игнати, знаете, дело в том, что, когда ты для мужа очень много делаешь, он это перестает замечать. Понимаете? Вы об этом не думайте, об этом. Вы делаете добро всегда и молитесь. Я вот и говорю, что вы без платка. А мы могли бы помолиться. Надо платок надеть. Дома. Я же не знала, что я увижу вас. Будет такой серьезный разговор обычно. Так, наденьте платок. Я кратко помолюсь, чтобы вам Господь помог. Знаете, спасибо вам, конечно. Но я планирую в церковь сама сходить и помолиться. А сама от души. Хорошо. Вот, и как сказать вам, ну, лучше молиться, наверное, думаю, самим, от себя все это. Так мы сами и сами от себя и молились бы. Написано не один, а где двое или трое. Собраны во имя мое. Господь говорит, я посреди них. Это Евангелие нам так говорит. Поэтому содружество, это общение людей, это одно из двух условий того, что кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. Перед этим сказано, если ходим во свете, как Он во свете, запятая, и имеем общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Хотелось бы еще один вопрос. Вот, да, есть религии, где ряд, да, вот, ислам, христианство. Кто-то говорит, что ислам это более правдивая. Вот как вы на это смотрите? Хотелось бы действительно просто... А в чем она правдивая? Она возникла на 6 столетий позже. На слух что-то взятое. Да, она возникла на 6 столетий позже, но тем не менее, там почему-то так все открывают, что якобы Иисус – это пророк, и самый главный, получается, Его Отец. И мы молимся неправильно. Мы должны молиться Создателю. Но Он Создатель и есть. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Он как раз и создал мир, имя Ему Иисус. Да, мы молимся, мы считаем, что наш Бог – это Иисус. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой, Святая Троица. И это не три Бога, а один Бог, единый в трех лицах. Они этого ничего, мусульмане, не знают. Он для них не умирал, не воскресал. А прощение только в крови. У меня здесь ролик есть, если вы зарядите, что Игнатий Лапкин в Ютубе. В доме мулы мы ночевали, мулы. Поездки были в Баку. И мы там беседуем. Я беру послание апостола к римлянам, Павла. Шестая глава, 23 стих. Возмездие за грех – смерть. Все согласились. Все. Мусульмане. А дальше-то не идет. А дальше написано запятая. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Он умер за наши грехи. Значит, главное объяснить правильно. Потому что, когда мы тоже спорили в свое время с мусульманами, они пытаются убедить в одном. То есть, получается, я и в другом пытаюсь убедить. И у нас начинаются такие разногласия. Мы начинаем спорить, мы начинаем ругаться из-за этого. Не надо. Вы просто засвидетельствуйте и дальше живите. Ну, я вообще с детства. У меня вот крестный отец. Это отец Виктор. Он служит в церкви. Поэтому я знаю молитву, он учил. И у меня вот целый просто иконостас. Как это называется? Икон очень много. Целая эта полка. Кришки. Все. Дочка тоже уже покрещена. То есть, муж тоже христианин. Все у нас семья православная. Но все равно, знаете, вот иногда действительно начинаешь сомневаться, что грехов-то больше, чем... А Господь говорит, я прощаю грехи ваши и бросаю их за хребет и не вспомяну более. Мы должны помнить. И грехи свои каяться. А Господь говорит, я их уже не вспоминаю, потому что кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. Не бараны там мусульманские, а Сын Божий умер за нас. И они знают, что Иса называют Иса. 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 Да, а почему мусульман здесь? Сейчас рулетки-то процентов 90, наверное. Вам видно? Да, Коран. У меня целый том посвящен Корану. Весь Коран я по сурам, аятам разбираю, сравнивая с Библией. И чем они одинаковы? Есть одинаковые? Ну, одинаковые в чем то, что Бог Всевышний все сотворил, что Он милосердный и всемилостивый. Это у нас все одинаково. Верим в Бога Создателя. Но они дальше не идут. У них Ибрагимы, у нас Авраам. Это они взяли-то отсюда. Он на слух брал. Вот у нас Иисус, а у них Иса называют. И так каждое, что где бы мы наах, а то Ной. А Марьям, это Мария. И у нас в Библии Мария поминается 34 раза, а у них в Коране 34 раза. Я могу назвать сколько в Коране букв даже, где берут что из жития. И целый том посвятил. Это вы за сколько так вы учили Коран? Ну, Коран, да я каноном посвятил. 57 лет у меня ушло на все. Я с великим желанием учился. Сон сократил в сутки до двух с половиной часов. Работал на стройке. 40 лет печеньком. Мне не давали работать. А я после окончания техникума строительного работал прорабом в органах МВД. Строго режимный лагерь. А когда уверовал в армию, уже после армии там встретились, взглядали Библию, 23 года. И вот 57 лет я иду этим путем. Уверовал брат, он стал священником, протеерей. Иаким. Сестра уверовала. Родители умерли по-христиански. Бог позволил мне прожить жизнь наполненную, интересную. Вот я когда был в тюрьмах, где сколько грешников покаялось, преступников. Стали на путь. Вы убедили. Вы убедили. Нет, это Бог убеждает. Человеку невозможно. Это благодать обращающая. Через вас получается. Ну, Богу угодно так сосудом сделал и прогремел. Следователь обратился. Крещение принял. Начальник тюрьмы по-христиански отошел. Следователь один КГБ стал священником. Сейчас пишут. Тысячи людей, говорит, пришли. Моего ничего нет. Это Бог делает. Мое это... Я просто говорил, что мне Господь повелел. У вас света нету. Вы темно так выглядите. Дочка здесь спит. Там прихожая. Поэтому я здесь сижу. Свет выключен. Спасибо вам большое за приятное... Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Вот. Так. И в следующий раз, если когда-то выйдете вы, вы можете меня найти в скайпе. Игнатий Лапкин в скайпе. И тогда мы можем побеседовать. Хорошо. Я вам все материалы скину. Укажу, где про семью считать. Все. У нас в чат молятся люди, которые нам близкие. Каждое утро. Утреннее, вечернее молит. Вот вечером сегодня мы в храме были, молились. В храме. Хорошо. Спасибо. Я еще посмотрю, значит... Спаси Христос, говори не спасибо. Спасибо, это ничего не значит. Спасибо, Христос. Да. Непривычно немножко. Хорошо. В скайпе зарядите, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Все равно будете брать, раз за разом вы выйдете. И тогда мы можем поговорить, и я вам все материалы, вопросы скину. Укажу на разные материалы, которые у меня есть. Вам готово. Только нажмете, и вы уже там в скайпе запомните. Да, у меня есть скайп. Хорошо. Ну, еще мне нужно посмотреть во свете Библии, вы говорили там уже... Да, во свете Библии есть. Вы найдете около 200 роликов, которые против меня. Им не нравится, что я говорю. Что сегодня попы, они там и пьяные, там человека задавили. Ну, это все правильно вы говорите. Потому что сейчас посмотрите на... Вот раньше у нас был патриарх. Да? Ну, согласны. Вы понимаете, о чем я говорю? Алексей Второй был. После него сейчас Кирилл. Да, да. Нет, вы понимаете, почему я говорю? Он был более честным человеком. Это все понимают, знаете. Это все понимают, но почему они не обсуждают это так, как трассно. Потому что боятся. Андрей Кураев об этом подробно говорит. Люди боятся. Люди боятся. А вы заведите так Андрея Кураева и рядом напишите Игнатий Лапкин. Что он обо мне говорит, Андрей Кураев? Он меня считает самым великим проповедником современности. Вот понимаете, да, вот вы сейчас идите на сайте, вот вы понимаете, вы наткнулись на человека, который вас, в принципе, смотрел. Сейчас я не смотрела, потому что у меня ноутбук сломался. Вот сейчас я возвращаюсь снова. Вот. То есть сколько я вас не смотрела? Ну, я смотрела вас, я вас знаю. То есть, получается, сколько людей вас еще смотрит. Вот к чему я хочу сказать. Поэтому я ничему не удивлюсь. Все, что вы делаете, конечно, дай вам Бог. Здоровья еще больше всего самого вам самого, чтобы еще больше роликов было. И чтобы действительно людям шло на пользу все, что вы... На наш YouTube зайдете. Я вам скажу, что в течение... Ну, вот воскресенье я отправляю материалы, что сейчас разговариваем в администрацию наших ресурсов. И я потом замки буду снимать, когда поставят, закачивать другие люди. И там вы увидите наш разговор. Я думаю, может, не надо. Ну, как не надо. Мы говорили о хорошем. Ничего тут нет. Знаете, просто я очень стесняюсь. Нет, нет, нет. Вы ничего плохого не говорили, не ругались. Вам приятно будет. Как звать-то? Юля. Юля. Вот мне идет 81-й год. Моя жизнь была очень интересна, наполненная, очень похожа на жизнь Солженицына. Я первый в стране насчитал архипелаг ГУЛАГ и наполнил всю страну этим. Насчитал. На пленку. Тогда не было этой аппаратуры. И первый раз меня за это арестовали. А когда вернулся, я реабилитирован, как жертву политической репрессии. И тогда вторично насчитал. Если вы зарядете архипелаг ГУЛАГ, Игнатий Лапкин. Ну, такое в Гугле, в Яндексе. Вы сразу найдете. И можно слушать где угодно. Аудио. Если зарядите Библию, тоже найдете. Я насчитал, примерно, 50 книг разных. Больших. Иоанна Златоуста, главный проповедник. 12 томов. Жития святых. Это все вы можете в Ютубе найти. И в Ютубе найдете. Хорошо. Да. А если зайдете на сайт, вы там увидите три государственных фильма, снятые о нас. Это не просто фильмы. Один из них, предчувствия, занял первое место на международном киноконкурсе. А второй лично обо мне. Златоуст из Потеряевки. Первое место в России. Хорошо. Спасибо. Спаси Христос. Если уходите, спаси Христос. Юлия, молитесь. И Господь устроит. Не забудьте, запишите себе имя, фамилию, как вы знаете. И по скайпу выйдете, я вам богатый материал скину тогда. А тут некуда писать даже. А там я вам просто скидывать буду пакетом. Какие ролики посмотреть. Хорошо. И если вы у меня будете там в друзьях, я часто что-то рассылаю. Материалы такие важные, редкие. Вот сегодня разослал как раз о том, чтобы как одеваться прилично. И тут же ролик об одной мусульманке. Как она на отлично. Одна в платке. Ну, не просто в платке, а хиджаб надетый. Платье до полу. И она входит в здание университета. А потом преподаватель говорит. Она говорит, у меня учится, я преподавал ей. Одни пятерки. И потом она прогрессивно так. Теперь она на работе как. Она на работе. И везде она как ведет. Как она там Коран изучает. На ее приятно посмотреть. Мы вот весь мир буквально объехали. Мы видели. У них за женщиной смотрят. Помогают. У меня одна знакомая. Мы заехали к ним. А муж у нее мула. Они очень грамотные. Она на четырех языках разговаривает. А он на шасси. Вот какие люди. Это все у нас в роликах. Если вот зарядить и в ютубе. Игнатий Лапкин. Мула. У мулы. В доме у мулы. И вы увидите нашу беседу там с ними. Вам будет очень интересно. Это, как полагание, чеченцы, нет? Нет. Азербайджанцы. В Чечне мы были несколько раз. Правда, предупреждали не ездите. Там головы режут. Вам-то все равно. Вы хотите мучеником стать. Это мне говорили. Нас трое ездили. И собака. Вот. А мы были там. Нас как родных братьев приняли. Даже эти чеченки, которые прячутся от фотоаппарата. А тут, наоборот, выстроились. И мы фотографировали в библиотеке их. Нас везде принимали. Как будто бы ждали. И мы можем сказать. Вот когда мы поехали, мне нужно знать было, какие порядки в Польше. Я целую тетрадь переплел ее там, сшил. А когда поехали, ничего этого не потребовалось. К нам отношение другое было. Там в интернете правильно написано. Но тут по-другому все. Они видели, кто мы. Они молятся. И мы стоим, выезжаем из города, из любого. Палатка военная 2 на 2 метра. И мы молимся, колоть дороги, поднимаем руки. А рядом ремонтируют мусульмане. Мы знаем, они в обиду нас никогда не дадут. Они очень любят. У них намаз пятикратный. А у нас семикратный. Это я тоже знаю. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Мы никогда не спорим ничего. Мы возвещаем истину. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Больше всего мне у них нравится пост. Вот который. Байрам, когда держишь до 7 часов вечера. Пост строгий там. Водонник. Вот это вот сила воли. У нас посты. Перед Пасхой пост. Вот недавно был Успенский пост. Рождественский 6 недель. Да, я знаю. Ну вот. Так что у православных намного больше поста, чем у них. Постов больше, да. Но жесткие правила действительно поста. Вот у нас 7 недель. Только суббота, воскресенье растительное масло. А вот день постится, а ночью там мясо все едят. Какой это пост? Ну, все равно. Ну, вот как говорится, гексоген в подушке. Где какие взрывы, где захваты, все одни мусульмане. Ни христиане, ни буддисты этим не занимаются. Я просился к Путину, послал письмо, когда ИГИЛ там в Сирии громили, чтобы меня позволили через Турцию пройти. Ну, у меня шенгенская зона открыта, чтобы там быть. Быть там и молиться. На самом опасном участке. Мне пришло благодарственное письмо оттуда. Ну, дескать, не надо это. Там они сразу убивают христиан. Это еще как посмотрели бы. На нас совершенно по-другому мусульмане смотрят. Мы молимся. И они нам помогали. Узнали, что отсюда в магазин затащили. Бесплатно там все дают. Мы не берем. Возьмите, возьмите. Вы для Бога стараетесь. А они, когда бывают здесь, мы для них все делаем. Это Господь полагает, сердце располагает. Еще у мусульман есть очень такая прям интересная традиция отдавать часть денег, что заработано беднякам. У них одна двадцатая закята, а у нас одна десятая. Мы в два раза больше платим. Вот заработал сто рублей, десятку отдай. Она Богу принадлежит. Однако у нас... Я услышал 57 лет назад, когда в Десятине. А я работаю на корабле, учусь в училище, на штурмана. Сильные, здоровые деньги, а душа опустошенная. И тут я Евангелие получил. И первый раз услышал о Десятине. И меня Бог возгрел так, что я сказал, буду платить девять. Из ста рублей девяносто на дело Божье. И 57 лет прожил в этом накале. Поэтому всегда две-три работы держал. Это Бог делает так. Я моим Господом хвалюсь. Ничего тут моего нет. Это Бог дал так. Ну что, Юля, прощаться будем? Да, думаю, тоже пойду я ушек готовить. Не забудьте, в течение недели, на следующей неделе, в течение, ну, через неделю примерно, а вы все время раньше начните смотреть. Ну, я как-то заглавлю ей слово Божье. Это, видно, будет беседа. Давно вас не смотрела, правда, но... Ну, вот, вы даже не знали, что я приду к вам в гости. Что-то как-то, да. Навестили вы меня. Ну, хорошо, отключайтесь. Всего вам доброго. Спасибо, Христос. Я хочу, чтобы вы отключили сами. Хорошо. Хорошо.